Илита Артсплюй Продакшн представляет Сразу же, когда выбираем MIPO Мы видим дополнительную информацию Что требуемые бинды Это следующий юнит Выбрать всех, выбрать других Вот, раз, два, три В прошлом видео я показал, как их доставать из доты Эти поля И описание Я сделал для вас Три скрипта Мы можем делать любое количество Потом вместе с вами Не забывайте, что если вы хотите увидеть какой-нибудь скрипт Пишите мне по этой ссылке Но пишите подробно Типа, вот, сделаю такой скрипт, чтобы там Сначала он блинковался, кидал это Потом это, вот это, вот это Вот так пишите, не в двух словах Смотрим, первый скрипт Основной Все клоны MIPO кастуют PUF на основного Основной блинкуется в указанную точку Кидает сетку и кастует PUF Это основной прокаст Есть точно такой же, только без сетки То есть, все клоны MIPO кастуют PUF на основного Основной блинкуется в указанную точку и кастует PUF Все То есть, все то же самое, только без сетки Сетку вы уже кидаете сами И третий скрипт Это PUF всех MIPO То есть, вы сами используете блинк То есть, вы бегаете, например, за главного MIPO Да? Блинкуетесь, кидаете сетку Нажимаете одну клавишу активации И все клоны пуфаются к основному MIPO То есть, на данный момент у нас есть целых три скрипта на MIPO Предметы требуется только один Это вот, блинк даггер Больше, в принципе, не надо Потом, если придумаем, будут другие темы Не важно, хоть что Я сделал такую программу Все, мы засунули сюда все, что можно было Все бинды, все клавиши То есть, теперь она не имеет границ А теперь давайте перенесемся в саму доту Я покажу вам эти три скрипта Приступим Скрипты нужно использовать, когда у вас есть минимум три MIPO Три MIPO Всего их может быть пять Третьего MIPO вы получаете на десятом уровне Как раз к этому времени вы нафармите нужные предметы Там, типа, даггер, да, там, сапог и тому подобное Это на ваше усмотрение Давайте прокачаем все скиллы ему Вот, у меня есть три MIPO Я вам покажу со всеми MIPO Сначала три, четыре, потом пять Покажу вам все три скрипта Я буду их использовать, переключать прямо в прямом эфире Вы даже это не заметите Как делается прокаст основной Вы можете или управлять одним MIPO, да, играть Например, а два остальных формят, да Или управлять всеми MIPO, без разницы Допустим, мы управляем одним MIPO Я нажимаю клавишу G Моментально, моментально делается наш прокаст То есть, уже начинает кастовать все остальные MIPO свой пуф То есть, они кастуют до того, как мы прыгнем Это самое важное Если они будут кастовать после прыжка, это будет очень долго Они кастуют до прыжка Мы прыгаем с даггера Они к нам прыгают И потом мы уже делаем пуф Еще раз показываю Управляем, например, одним Опа, моментально Пок И кидает сетку, заметьте Он сам кидает сетку Это прокаст основной, да Теперь, а, еще заметьте Когда мы управляли одним, да Он делает прокаст В конце выделяется все MIPO То есть, это очень удобно Вы можете теперь управлять всеми MIPO Видите, да Это очень удобно То есть, изначально у нас был выделен один MIPO В конце все И всегда, когда выделяется в конце все MIPO Самый главный это будет основной MIPO То есть, не клон, а основной Это тоже очень важно, очень удобно Видите, когда у нас 3 MIPO Он может писать, типа, там, перезарядка Это нормально Потому что он старается сжать на пятерых MIPO Он думает, что максимум может 5 Это нормально Когда у вас будет 5 MIPO Вам не будет писаться перезарядка Это ерунда Теперь, показываю, допустим Если мы управляем всеми MIPO Вот мы бегаем всеми MIPO, да Также нажимаем G Опа, опа, опа Все идеально Моментально просто И убиваем Давайте сейчас я быстренько сделаю таким вот образом Сбегаю, куплю себе Ага, нимчик И покажу уже на 5 MIPO То есть, это самый идеальный наш проказ Когда у нас максимум 5 MIPO Так, вот он Четвертый MIPO И прокаживающий в ультимейт 5 5 MIPO Выключаю УмВТФ И поехали Сейчас я вам показываю еще раз Это основной Потом остальные скрипты покажу Допустим Когда уже в лейте Вы вряд ли будете фармить этими MIPO Они будут стоять у вас где-то вот на базе Чуть дальше, а вы будете уже ходить И вылавливать цели, да У вас уже будет куча итемов Вот вы видите цель Бежите Блинкуетесь Опа, моментально И все MIPO прилетают И убиваете Здесь СВН 21 уровня Поэтому вот он Такой крутой Убили СВНа, к сожалению Ну что делать А теперь показываю Давайте еще раз покажу Про каст основной Смотрите внимательно Он сейчас будет кидать сетку О, видите Он кинул сетку У нас к этой сетке Второй скрипт Второй скрипт Переключаю быстренько скрипт Это скрипт без сетки Все то же самое Только он сетку не кидает Показываю, смотрите Все, моментально Сетку он не кинул КД нету И третий скрипт Это пу всех MIPO Видите, я их переключаю Вы даже не замечаете Что я переключаю, да? Да Вот я управляю одним MIPO Нажимаю клавишу G Например, у меня такая активация Да, смотрите, да? И все MIPO ко мне прыгают Для чего это делается? Это делается, чтобы вы сами могли контролировать Даггер и первый скилл Допустим, вот я играю, бегаю там Прыгну с даггера Захотел кинуть сетку И только потом нажимаю G Все MIPO ко мне летят Вот Это тоже очень удобно Я думаю, это будет Именно этот скрипт Большинство будет использовать То есть, мне кажется Лучше все-таки самому кидать сетку Нежели чтобы это автоматом Это уже по вашему желанию Я сделал для чего три скрипта, да? Чтобы вы могли выбирать для себя Какой конкретно То есть, вы играете за MIPO Уже в лите как-нибудь там Бегаете, бегаете Прыгаете, сетка G И все прилетают к вам А там уже через тап Вы можете кидать сетки И делать, что хотите Вот так вот, друзья мои Написал я для вас MIPO В комментариях Пишите, какого героя вы хотите увидеть Я уже по комментариям Определю Следующего героя На которого Сделаю скрипты Спасибо за субтитры